Москва. Один из крупнейших городов мира. Москва сегодня это боевой штаб строительства коммунизма. Здесь собираются съезды коммунистической партии Советского Союза. Проходят сессии Верховного Совета СССР. Решаются важнейшие государственные вопросы. Столица советского государства, крупнейший центр промышленности, науки, культуры, символ великой социалистической державы. Лозунг коммунистической партии все во имя человека для блага человека неуклонно притворяется в жизнь. Один из многочисленных примеров жилищное строительство. Москвичи ежегодно получают до 120 тысяч новых квартир. Ежедневно около 500 московских семей переезжают в новые дома. Стремление к созиданию заложено в характере каждого советского человека. Оно составляет суть всего советского народа. Выставка достижений народного хозяйства СССР. Здесь показано все лучшее, все передовое, что имеется в стране. Высокий гость из Афганистана посетил павильон «Космос», в котором представлены все этапы освоения космического пространства советскими людьми. 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» впервые в мире совершил полет в космос гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин. Этот величайший подвиг во имя науки и прогресса знаменовал начало новой эпохи в освоении космического пространства. Советские люди первыми открыли путь в космос. С территории СССР стартовал и первый космический корабль с международным экипажем на борту. Москва — это целый мир, воспетый поэтами, музыкантами, художниками всех поколений. Во всех уголках планеты известен советский балет. Афганские гости присутствовали на спектакле в Кремлевском дворце съезда. Субтитры создавал DimaTorzok К миллионам людей обратился товарищ Нур Мухаммед Тараки, выступая по советскому телевидению. Он, в частности, сказал «Народ Афганистана знает, что Великая Октябрьская социалистическая революция была победоносно осуществлена под руководством партии Великого Ленина, партии большевиков, и оказала нашему народу помощь в то время, когда в Афганистане не было политических партий, тем более партии народа, партии трудящихся. Однако апрельская революция уже имела руководителя в лице Народно-демократической партии Афганистана, партии рабочего класса, вооруженной научной идеологией рабочего класса. Революция завершилась победой». «Демократическая республика Афганистан в деле строительства новой жизни широко использует опыт Советского Союза», подчеркнул Тараки. «Для продвижения страны вперед разрабатывается пятилетний план развития экономики. В соответствии с интересами рабочего класса в Афганистане будет введено плановое хозяйство. «Мы ставим своей целью», отметил Тараки, «создание общества, свободного от эксплуатации человека-человека». «Трудящиеся Афганистана гордятся тем, что в разработке пятилетнего плана принимают участие советские братья. Предстоит восстановить разрушенную экономику, доставшуюся афганцам в наследство отправления предательской династии Надира и проимпериалистических ставленников. «Мы сможем руками и энергией нашего трудолюбивого народа», сказал Тараки, «при помощи наших дорогих советских братьев превратить Афганистан в процветающее государство». В Большом Кремлевском дворце состоялось подписание договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан. Договор подписали генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев и генеральный секретарь ЦК Народно-демократической партии Афганистана, председатель Революционного Совета, премьер-министр Демократической Республики Афганистан Нур Мухаммед Тараки. При подписании присутствовали руководители Коммунистической Партии и Советского Правительства, члены афганской делегации. Официальный дружественный визит завершен. Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и Демократической Республикой Афганистан, как отмечалось в совместном Советско-Афганском Коммунике, является выдающимся политическим документом, который будет не только содействовать неуклонному развитию советско-афганских отношений, но и отвечать интересам укрепления мира и безопасности в Азии и во всем мире. «Теперь у нас не просто добрососедство», говорил Леонид Ильич Брежнев, «а глубокая, искренняя и прочная дружба, проникнутая духом товарищества и революционной солидарности». От души желаем Народно-демократической партии, правительству и народу Афганистана успехов в осуществлении целей и задач Апрельской революции. За дальнейшее укрепление дружбы между нашими странами и народами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова